Назва главной частки экспозиции музея истории гумельской мытни кажа сама за себе. За шклом ветрын гисторико-культурные каштонности, незаконный вывоз, яких вспынили супрацовники мытни. На сегодня у коллекции свыше 200 экспонатов. Особливую значность мают иконы, які унесены у державный каталог музейных каштонностей. Сирот их менее годовая. У Беларуси таких усяго пять. А лишь самый незвычайный предмет контрабанды, распилованный на частке бьюни-мамонта. Злашинцы спробовали перевести их празмяжу в возе под выглядом дроу. Спектр этих предметов, которые имеют статус историко-культурных предметов, он широк. Это и культовые предметы, это и часы, карманные, насенные, это культовое литье, это фотоаппараты, это почтовые открытки и многое-многое другое. И благодаря таможенным службам это мы можем видеть сегодня у себя, в нашей стране. Не первый год гомельские мытники сопрацовничают с музеем Палацево-паркового ансамбля. У этот раз его представники уручили черговый экспонат. Экспозицию музея гомельской мытни пополнить командирский бинокль 1945 года выпуска. Его в свой час так само конфисковали при спробе незаконного вывозу. Другой приемной нагоды для схода у стенах музея стало знакомство с будущей кадровой изменой. Это студенты-першокурсники факультета «Мытная справа» Белорусского державного университета транспорту. Цекаво, что в этом году профессию мытника выбрали переважно девчаты. Для нас это тоже очень важный вопрос, поскольку таможенное дело не всегда получается выполнить руками прекрасные половины. Но вместе с тем знания, показываемые абитуриентами, а теперь уже и студентами, среди девушек значительно выше, нежели знания, которые показывают парни. И поэтому такая ситуация имеет место. Руслан Пролясковский, Вольга Вальченко, Сергей Лукашук. Телерадо и компания «Гомель».